Сейчас на нескольких примерах я покажу основные ошибки, которые допускают ученики при решении этих уравнений. Рассмотрим первый пример уравнения, линейного уравнения со скобками. Сначала мы раскрываем скобки. Перед скобкой стоит отрицательное число, поэтому каждое число в скобках мы умножаем на это отрицательное число. Минус 3 на 20 получается минус 60 и минус 3 на х получается плюс 3х. И здесь скрывается первая потенциальная ошибка. Учащиеся очень часто забывают про этот знак минус стоящий перед скобкой. Они могут домножить на минус первое слагаемое, скобки первое число, а про второе забывают. И так я пишу здесь минус. В результате получается неверная запись, и что приводит к неверному ответу. С другой стороны раскрываем скобки. Получается минус 30 и минус 3х. Все очень просто. Если перед скобкой стоит отрицательное число, значит на это отрицательное число мы умножаем оба числа, или выражение, стоящее в этой скобке. Не забываем про это. Дальше. Дальше мы переносим неизвестные выражения с переменной в левую часть. Это 10х и минус 3х. А число или число переносим в правую часть. При переносе не забываем про смену знаков всех выражений. И здесь кроется вторая потенциальная ошибка. Даже те, кто знают об этом, но они просто забывают машинально. Машинально пишут и забывают поменять знак. Опять же ошибка. Так. Получается слева 6х плюс 3х. Это было у нас. И сюда добавилось. Точнее убавилось 10х и 3х. Это уж они прибавились. С левой, с правой стороны было минус 30. И к ним добавилось 60. Конечно же с плюсом, потому что с той стороны были с минусом. Дальше выполняем арифметические действия. Здесь получается 3 до 3, 6, 12. Минус 10, 2х. 2х равно 30. Ну и х получается равен. 30 разделить на 2. Это 15. Это ответ. Это корень этого уравнения. Следующий пример. Здесь тоже уравнение со скобками. Но если посмотреть внимательно, скобки можно сразу не раскрывать. Почему? Потому что 48 является кратным 8. 48 это 8 умножить на 6. Поэтому зачем нам выполнять лишние действия и считать большие числа? Давайте просто мы возьмем и разделим обе части уравнения на 8. Мы же можем разделить уравнение на одно и то же число или умножить. От этого значение уравнения не меняется. Пользуемся этим свойством и делим. 8 разделить на 8 будет 1. Следовательно, мы можем вообще скобку брать. Напишем здесь 7х минус 3. Ну а минус 48 разделить на 8 получается минус 6. Минус 6 умножить на вот эту скобку. Дальше здесь мы оставляем пока все без изменения. Менять тут нечего. А здесь раскрываем скобку. Минус 6 на 3 получается минус 18х. И здесь минус 12. Точно так же, как там, переносим неизвестные в левую часть, известные числа в правую часть. Не забываем про смену знака. 7х сюда добавляется 18 из правой части. А в правой части к минус 12 добавляется 3. Везде меняем знак. Слева 25х. Справа минус 9. Ну и х получается равен минус 9 разделить на 25. А никак не иначе, не 25, 9. Опять же, вспоминаем правила из начальной школы. Чтобы найти неизвестный множитель, надо известное произведение разделить на известный множитель. Число, стоящее справа, разделить на коэффициент, стоящий перед х. Некоторые это забывают даже делать участие в 10-11 классе. Поверьте мне, такое встреча. Получилось. Получилось минус 9, 25. Ну, мы видим, что это число можно привести к десятичному виду. Как его привести? Самый простой способ это домножить эту дробь на 4. Почему? Потому что 100 это кратное 25. 25 умножить на 4 будет 100. И нам гораздо проще переводить к десятичному виду числа, у которых знаменатель 10, 100, 1000 и так далее. Это получается 4 на 9, 36. Ну, а здесь получается 100. Значит, х будет равен минус 0,36. Это ответ. Это корень этого уравнения. Кстати, по поводу вот этого перевода. Очень часто получается, что у нас какие-то числа стоят в знаменателе 20, там 5, например, 125. Их очень легко перевести в десятичный вид, если мы домножим на соответствующее число. Например, например, есть у нас там какой-то дробь 3,5. Значит, умножаем на 2. Здесь получается 6 сотых или 0,06. Например, еще 8, 8, 125. Если 125 умножить на 8, получится 1000. Поэтому мы умножим эту всю дробь на 8, у нас получится 64 тысячных. Ну, и, соответственно, это будет 0,64 только уже в десятичном виде. Ну, еще какой, например, 7,20. На самом деле, можно это все посчитать, да, можно разделить 7 на 20 и получить нужную нам десятичную дробь. Но проще гораздо это не делить, а умножить. В данном случае на 5, потому что 5 на 20 будет 100. 7 на 5, 35. Здесь 100. Получается 0,35. Это не имеет отношения к уравнениям, это имеет отношения просто к правилам счета. Скажем так, это несколько нам упрощает в ряде случаев вычисления. А теперь мы переходим к третьему примеру. Третий пример – это уравнение с дробями, у которого есть обыкновенные дроби. А это линейное уравнение. Х по-прежнему находится в числителе, значит, это линейное уравнение. И мы что делаем? Мы приводим это все к общему знаменателю, а потом этот знаменатель обрасываем, потому что он нам не нужен. Смотрим, какой здесь будет общий знаменатель. 6 является... Так, 18 является кратным 6. 6 на 3, 18. Значит, смотрим 18, 27. 18 – это есть 2 умножить на 9, а 27 – это есть 3 умножить на 9. Значит, здесь не хватает нам тройки, а здесь не хватает двойки. Ну, а сюда у нас будет 9, да, потому что общий знаменатель 54, значит, надо умножить на 9. Дальше надо сделать все очень аккуратно, потому что именно на этом этапе возникает ошибка. Даже тот, кто правильно это сделал, он забывает, он домножает либо не все, либо забывает про правую часть, и в результате, опять же, возникает ошибка. Значит, поэтому лучше записать не спеша вот в таком именно виде. Мы домножили здесь и домножили здесь. 9 умножить на 6 будет 54. Здесь мы 3 умножаем на 5х, знаменатель тоже 54. И здесь мы 3 умножаем на 2, получается 6, и знаменатель, опять же, 54. Везде знаменатель 54, значит, мы их можем сократить путем умножения обеих частей уравнения на это число, на 54. Опять же, воспользовавшись свойством, основными свойствами уравнения. Вот, получается, получается только числитель 9 на 7. Это 63х минус 15х равно 6. Здесь даже переносить ничего не надо. Просто выполняем действие, получается 48х равно 6, и х будет равен 6 разделить на 48. 6 разделить на 48, а не 48 разделить на 6, как некоторые дела. Значит, опять же, чтобы найти нам неизвестные множители, надо произведение в данном случае 6 разделить на известные множители, коэффициент при их. 6,48 или сокращаем на 6, получается 1,8. Ну, а в десятичном виде это будет 0,125. Это корень этого уравнения. Вот так все просто считается, если вы не будете забывать о простых правилах арифметических действий. У вас все получится. Вот так все. Продолжение следует...